МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как это поможет предпринимателям восстановиться после пандемии? Хорошо ли это для потребителей? И сколько отравлений по этому поводу, сколько жалоб. В каких случаях могут явиться контролирующие органы? Прайз за развитие. Насколько подорожали услуги детских центров? А куда деваться? Надо, чтобы дети учились. В каких регионах больше всего? И с чем это связано? Смертельный прыжок. Какой срок получил инструктор роуп-джампинга? Девушка разбилась, упав с высоты 30-метрового здания. Пускай, я говорю, была бы инвалидом, но живая. Как подсудимый отреагировал на вердикт? Организованная преступная группировка орудовала сразу в нескольких городах Казахстана. Ее участники выбивали долги, вымогали деньги и покровительствовали незаконным майнерам. МВД совместно с КНБ задержали 23 человека в Алматы и области, Шимкенте, Актюбинской и Жамбылской областях. Преступники поставили на счетчик 36-летнего IT-специалиста. Мужчины угрозами и шантажом принуждали организовывать работу майнинговых ферм. Только в Толгарском районе Алматинской области с криптоферм бандиты ежемесячно получали по 300-500 тысяч долларов. В группировку входили бывшие осужденные и криминальные элементы. Среди задержанных есть и военнослужащий. При нем оперативники нашли автомат Аксу, 60 патронов и пистолета марки Сталкер Ритай. Оперативники изъяли у задержанных вещественные доказательства и орудия преступлений. Черная бухгалтерия, а также более 6000 наименований и оборудования для работы майнинговых ферм на общую сумму около 7 миллионов долларов США. Пистолет Макарова, а также три комплекта подложных автомобильных номеров. Мораторий на проверку малого и среднего бизнеса намерены продлить еще на один год. Действующий истекает 1 января. В Министерстве национальной экономики Казахстана разработали соответствующие поправки в указ президента. И сейчас документ обсуждается на сайте открытой НП. Но не все поддерживают такую инициативу. Полина Булава расскажет подробнее. Запрет на внеплановые визиты государственными органами планируют продлить до 1 января 2024 года в отношении малого, а также микропредпринимательства. При этом некоторые виды проверок будут разрешены. Светлана Романовская, президент Национальной Лиги потребителей Казахстана, считает, что запрещая контроль, госструктуры надеются на ответственность бизнесменов. Однако часто это приводит к несоблюдению санитарных норм и правил безопасности. Так запрет влияет не только на потребителей, но и на добросовестных предпринимателей. Оно влияет прежде всего на конкурентоспособность нашего бизнеса. Потому что не проверяется кафе, рестораны, например, меньше 50 мест. А это все. И сколько отравлений по этому поводу, сколько жалоб. В Национальной Палате предприниматели утверждают, что продление моратория даст время бизнесу на восстановление после пандемии и январских событий. И за период моратория планируют подготовить так называемое регулирование с чистого листа, где оставят требования необходимые для безопасности и здоровья потребителей. И тогда проверки вернутся. К примеру, для ресторана или кафе требует порядка 14 тысяч требований, которые мы понимаем, что невозможно соблюсти. То есть любой проверяющий, если он захочет, он найдет нарушение. Вот это мы хотим исключить и оставить только те требования, которые действительно имеют важность для здоровья. По данным НПП от Амикен, до внедрения моратория в год проводилось порядка 50 тысяч внеплановых визитов. А из них 95% не выявляло нарушений. Сейчас же количество визитов уменьшилось в 5 раз. Парина Булава, Сергей Шуцкий, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. В Казахстане растет количество случаев интернет-мошенничества. Как правило, на своих жертв аферисты охотятся в социальных сетях. Так, например, жительница Караганды Марина Шаповалова перечислила незнакомым людям больше 100 тысяч тенге. Она думала, что купила мебель. Марина Шаповалова всегда с недоверием относилась к соцсетям и предупреждала о мошенниках своих друзей и близких. В итоге судьба сыграла с ней злую шутку. Она искала мебель в Инстаграм, наткнулась на страницу онлайн-магазина. За 125 тысяч тенге она заказала стол и стулья для кухни. И даже внесла стопроцентную оплату. Но мебели так и не дождалась. Девушка написала заявление в полицию, но особой надежды на то, что преступников найдут, не питает. По информации МВД, большинство интернет-мошенников работают из-за границы. И чем совершеннее становится технология, тем изощрённее способы обмана. Нередко те, кто ведёт охоту в интернете, находятся в местах не столь отдалённых. Полицейские в очередной раз советуют не регистрироваться на подозрительных сайтах, скачивать приложение только с официальных площадок. Часто мошенники предлагают для оплаты перейти по ссылке, которая на самом деле является фишинговой. Регулярно менять пароли, доступы к услугам банк, использовать 3D-защиту, другие меры безопасности. Резкий рост кибермошенников полицейские связывают с пандемией и безработицей. По сведениям МВД, в Казахстане практически каждый день регистрируют киберпреступления. Даля Насипова, Нуркенток Мурзин, Ирина Нинашева, Информбюро, Нурсултан. Как обезопасить себя от мошенников? На что нужно обращать внимание при онлайн-покупках? Поговорим об этом с экспертом в области финансовой грамотности Дмитрием Макмаевым. Добрый вечер, Дмитрий. Прежде чем перевести деньги продавцу, что нужно у него узнать? Какие гарантии нужно получить? Добрый вечер. Вообще, прежде чем совершить любую покупку, нужно удостовериться, что продавец действительно тот, кто за себя выдает. Соответственно, покупки нужно делать либо в проверенных интернет-магазинах, либо же, если вы перешли на торговую площадку, то нужно учитывать, что до момента совершения сделки, то есть до передачи товара, вы деньги не должны отправлять, не должны отправлять ее вне площадки, на которой вы торгуете, а также не должны общаться с продавцом напрямую, не делать ему прямых переводов, то есть от человека к человеку с карты на карту, и вообще лучше желательно совершать покупки только именно в интернет-магазинах, которые сертифицированы и у которых есть сертификат защиты HTTPS. Это в браузерной строке обязательно должна быть эта строчка. Как отличить афериста по ту сторону экрана смартфона от добросовестного предпринимателя? Вообще, самое главное, что делает аферист, это он соглашается на любые ваши условия, он делает большие скидки, он предлагает для вас самые выгодные условия. Единственное, что он хочет от вас, это получить деньги заранее, то есть тем способом, который ему удобен до того, как вы непосредственно получите услугу или товар. Как только вам предлагают сначала оплатить, а потом что-то получить, от этого товара и услуги стоит отказаться. Также подозрительными являются, если товар стоит значительно дешевле рынка, ну допустим, если вам предлагают последний айфон за 100 тысяч тенге, то явно здесь что-то нечисто. Дмитрий, а каковы шансы вернуть свои деньги? Это вообще реально? И ни в коем случае не пускать дело на самотек, потому что многие думают, что ну вот я потерял немного, вряд ли правоохранительные органы из-за моей небольшой суммы будут делать что-то вообще. На самом деле, чем больше обращений будет на конкретное физическое и юридическое лицо по фактам мошенничества, тем больше вероятность, что, во-первых, правоохранительные органы действительно возьмут его в разработку, во-вторых, тем больше вероятность, что деньги, счета будут заблокированы, и ваши деньги можно вернуть. К сожалению, если вы переводите, как я говорил, с карты на карту, то данный перевод считается, можно сказать, добровольным. И факт мошенничества может быть подтвержден только какой-то предварительной перепиской, именно поэтому нужно всегда находиться именно внутри торговой площадки, потому что переписка через СМС и через Ватсап, она обычно недостаточно служит доказательной базой. Лучше всего все-таки не выходить за рамки площадки, ну и, как я говорю, не отправлять деньги заранее. Спасибо. Мы говорили с экспертом Дмитрием Акмаевым о финансовой безопасности в интернете. В Казахстане за год на 6% стали дороже услуги детских центров развития, сообщает Финпром КИЗ. В некоторых регионах сразу на 20%. И это не предел. Многие уже в сентябре готовятся вновь пересмотреть свои прайсы. Почему так дорого обходится дополнительное образование детей, узнавали наши корреспонденты. Цены на услуги центров развития для детей выросли за год почти во всех регионах. И наибольшее удорожание в этом сегменте наблюдается у нас, в Восточно-Казахстанской области. За последние 12 месяцев здесь стоимость дополнительных занятий для ребятишек и языковые курсы подскочила сразу на 20,8%. В антилидерах еще два региона. Ощутимый рост отмечается в Атраусской области более 14,5% и в Казалардинской на 14%. Если остановиться на Восточном Казахстане, то у нас в среднем центры ежегодно в августе-сентябре повышают цены на 10-20%. В одном из таких детских развивающих учреждений нам рассказали, в связи с чем меняются прайсы. Мы можем сэкономить на канцелярии, на каких-то постоянных расходах, но главная наша цель – это высокие зарплаты, конкурентоспособные, чтобы наши специалисты были замотивированы, выдавали хороший результат, учились, были вовлечены в процесс. Цены растут в магазинах почти каждую неделю, и почему зарплаты наших преподавателей не должны расти, и, соответственно, от этого растут цены на наши курсы. И это еще не предел. Уже в сентябре ставки опять пересмотрят. К примеру, если курсы английского языка в месяц стоили 8 тысяч тенге, теперь будут 10 тысяч. Евгения, а насколько подорожали услуги детских учебных центров у вас в Павлодаре? Да, у нас, Жанар, в Павлодарской области пока зафиксирован наименьший рост цен на услуги детских центров. Это что-то около 1%, но даже такой скачок значительно повлиял на семейный бюджет. Новый учебный год совсем скоро, и родители хотят максимально вложить в развитие своего ребенка. Если будет возможность, отдадим обязательно. А куда деваться? Надо, чтобы дети учились же. Было образование, хоть сначала в садике, а потом в школе. В зависимости от стоимости будем отправлять. Если будет дорого, то все будет. Будем дома заниматься, да. А если будут вполне разумные цены, то, конечно, будем отправлять. И это при том, что конкуренция в данной сфере в Прииртышке значительно плотная, и даже при удорожании на тысячу или две тысячи тенге значительно изменится спрос. Еломан, а как обстоят дела с расценками у вас в Алматы? Евгения, если у вас зафиксирован минимальный рост, то у нас в Алматы ситуация еще лучше. Согласно статистике, здесь сохранились прошлогодние расценки. И, как говорят эксперты, стоимость останется на прежнем уровне как минимум до конца осени. В Алматы, по сравнению с другими городами, конкуренция на очень высоком уровне. Поэтому, даже если на пару процентов повысить цену, можно потерять клиентов. К тому же, вся канцелярия и необходимые вещи для центров развития у нас дешевле и доступнее. Добавлю, хоть цены в Алматы и не выросли, но они намного выше, чем в других регионах. Если в Ускаменогорсе курсы английского стоят в среднем 8 тысяч тенге, в Павлодаре 4,5, то в Алматы нужно будет заплатить от 15 тысяч тенге. Это объясняется высокой платежеспособностью горожан, говорят эксперты. Также растет количество детских центров развития и всевозможных кружков. Елеман Раимбеков, Жанар Аслаханова, Евгения Мехченко, Информбюро. С этого года в Казахстане действует целевая подготовка студентам по заявкам предприятий. Таким образом, государство планирует бороться с дефицитом рабочих кадров. Для того, чтобы получить техническую специальность, достаточно пройти собеседование. Нина Шапора скажет подробнее. В Костанайском колледже автомобильного транспорта сейчас былого ажиотажа, как было в первые дни работы приемной комиссии, уже нет. В этом году здесь впервые, как, впрочем, и по всей стране, набирают абитуриентов по целевому заказу. Это значит, что в колледже будут группы под тем специальностям, в которых остро нуждаются конкретные предприятия регионов. Это, прежде всего, гарантированное трудоустройство. Наша задача – обучать. Обучать именно тем компетенциям, которые требуются для этого производства. А для этого мы согласовываем учебные планы и программы с предприятием. Самая популярная профессия здесь – это техник-механик. Конкурс на эту специальность будет большой – примерно три человека на место. Чтобы абитуриент мог понять, на каком предприятии он захочет работать после окончания колледжа, в приемных комиссиях представители заводов ведут профориентационную работу. И наше предприятие остро нуждается всегда именно в этих профессиях слесарь, техник-механик. И поэтому мы решили участвовать в этой целевой программе. Ребята привлекаются непосредственно для нашего предприятия. Сейчас на данный момент даже больше отобралось, чем мы планировали. И поэтому у нас уже есть даже право выбора. Абитуриентам, возможно, выдадут даже форму от предприятия, которое, как говорится, берет над ними шефство. Такая инициатива исходит от руководства колледжа. К примеру, в Кустанайской области целевым госзаказом планируют охватить 708 человек. Представители, руководители участвуют сейчас в приеме документов у нас в колледжах. Также после 18 августа, когда вот эти все списки сформируются, они будут участвовать в проведении собеседования экзаменов. По целевому госзаказу нет. Как только абитуриент поступит, будет составлен трехсторонний договор, где будут прописаны все форс-мажорные обстоятельства. Но вот обязательств отработать грант после обучения именно на этом предприятии у студентов не будет. Всего по стране выделили 10 тысяч целевых грантов. Это гарантирует студентам стопроцентное трудоустройство, а колледжам даст возможность выпускать специалистов по запросу рынка труда. Нина Шаппой, Елена Дозова, Информбюро, Костанай. Продолжаем Информбюро. Четыре года лишения свободы получил инструктор аттракциона роупджампинга в Караганде за смерть молодой женщины. Напомню, в прошлом году осенью с высоты 30-метрового здания упала Евгения Леонтьева. Сегодня суд огласил приговор. Как его выслушали обвиняемые и близкие погибшие, расскажут мои коллеги. Перед судом предстал 34-летний Александр Музникас. Именно он одевал снаряжение на 33-летнюю Евгению Леонтьеву и давал последнее наставление на крыше. Но не дождался знака от коллеги, который внизу крепил страховочный трос к дереву. Девушка погибла на глазах у мужа. У нее остались трое сыновей, двое своих и один приемный. Суд признал инструктора виновным по статье «Предоставление услуг, повлекших смерть по неосторожности». Назначат ему по данной статье наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием наказания в учреждениях уголовно-исполнительных систем средней безопасности. Наказание минимальное по статье. Суд учел, что Музникас ранее не судим, что переживал за пострадавшую и отвез ее в больницу. Но вину он не признал и заявлял, что не работал в компании «Флай Казахстан», которая организовала прыжки, а только помогал. Несмотря на отсутствие трудового договора, суд признал его сотрудником. Александр Музникас также должен выплатить 4 миллиона супругу погибшей и 2 миллиона матери. Он намерен обжаловать приговор. Это его невнимательность, халатность к этому всему. То, что он не убедился. Я считаю, вина его 100% на этом все. Было по видео сказано, видно, что он сам ее пустил. Была бы каска, она бы уже, голова у нее меньше пострадала. Пускай, я говорю, была бы инвалидом, но живая. Евгения Леонтьева прыгала с крыши заброшенной девятиэтажной гостиницы «Созвездие». Учредитель компании «Флай Казахстан» Илья Ильичев до сих пор в розыске «Интерпола». С момента трагедии в Карагандинской области прыжков с Тарзанки больше не было. Но аттракцион роб-жампинга другой компании до сих пор действует в Алматы. Ни один госорган не смог ответить, кто контролирует прыжки с Тарзанки. В национальном стандарте РК по безопасности аттракционов нет регламента по роуп-жампингу. Он считается экстремальным видом спорта. Однако не зарегистрирован в Управлении культуры и спорта. Нет никаких официальных объединений. Организаторы прыжков просто договаривались с владельцами зданий. После трагедии Акимат Караганды провел профилактические беседы с владельцами высоток. Мадина Изюбаева, Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро Карагандинская область. В Алматы жители Придгорье выступают против строительства нового ЖК. Дело в том, что целый комплекс многоэтажек возводят на возвышенности. А частный сектор расположен внизу. Люди опасаются, что вместе с селем на них обрушатся элитные дома. Джамал Габдулина продолжит. Если это все оползет, это просто вот, я не знаю, этих домов просто не будет. Это все будет в смятку, потому что вот он еще второй склон, и все это снесет под такой массой. Это невозможно. Это просто опасность для жизни потенциальная. Жители микрорайона Коктубе в Алматы возмущены очередной точечной застройкой. По их словам, на данной территории не разрешается по правилам индивидуального жилищного строительства воздвижение домов более трех этажей. Они задаются вопросом, как известному застройщику удалось получить разрешение на стройку жилого комплекса от 6 до 12 этажей. Все отмалчиваются, кто это что делает. Причем я ей звонила в милицию и в ГАСК. Они сказали, в ГАСК я звоню, они говорят, по этому адресу не существует никакой стройки. В конце концов я написала, посоветовалась с жителями, мы написали на портал в Акимат. С Акимата пришли различные уведомления, что письмо в действии получается. И это все, вот я 15 июня написала, продлевается до 15 июля, с 15 июля до 5 августа. Мы вместе с жителями позвонили в строительную компанию, спросили, проводили ли геологические изыскания, есть ли государственная экспертиза. Нет, не могу. Человеке запросит, тогда у нас есть компетент для лица, который это сделает. Продажа почти 700 квартир началась 23 июля. Всего на 3 гектарах планируют построить 13 домов. По словам жителей, была ли экспертиза и геолога разведка грунта, неизвестно. В управлении архитектуры заявляют. По проекту детальной планировки Медеусского района, участок расположен в зоне 6-12 этажной застройки. Согласно законодательству, собственнику выдана предпроектная документация на проектирование жилого комплекса. Западная сторона стройки – это обрыв. Ниже – дома. В ущелье течет речка параллельно с жилым объектом. Для наглядности я постаралась взобраться на этот склон, но дальше пройти не могу, так как очень скользко. Алматинцы опасаются за свои жизни. Они говорят, что в случае землетрясения или оползня они останутся под завалами. Жамал Габдулина, Рината Булхаиров, Информбюро Алматы. Пуститься в погоню вынуждены были полицейские Алматы, преследуя угонщика. 28-летний мужчина умудрился угнать сразу три авто, в том числе и карету неотложки, которая прибыла к нему на помощь. Все началось с того, что мужчина угнал иномарку и совершил на ней ДТП. От своего плана решил не отказываться и силой отобрал у девушки другую машину. С управлением не справился и опрокинул ее на трассе. Очевидцы вызвали для него скорую. Раненый алматинский терминатор угнал и карету неотложки, но далеко не уехал. Полицейским удалось его задержать. Мужчина был под действием наркотиков. Ведутся сразу три уголовных дела. Все три транспорта в настоящее время являются вещественным доказательством в рамках уголовных дел. Они в процессуальном порядке, позже будут возвращены истинным владельцам. Конечно же будет поставлен вопрос о материальном возмещении ущерба потерпевшим в первую очередь. С начала года в Казахстане выявили около полутора тысяч сайтов и 430 чатов, месседжеры, телеграмм, где продавались смертельные порошки и смеси. Какое наказание грозит за рекламу и продажу психотропных веществ, расскажет Людмила Батюшкина. Узнать человека, который ищет закладку, легко, рассказывает Александр Морозов. Он разгребает траву или листья. Сам мужчина когда-то был героиновым наркоманом. Сейчас героина не найти. Его заменили соли, скорость, спайсы. Правда, часто называют их красиво. Релаксанты, эйфоретики, энергетики. Все они вызывают зависимость. Александр предпочел алкоголь. Есть люди, которые прыгали с четвертых этажей, путали, что это двери. Вот это синтетика и спайс. Вот идет, они курят его. Это страшнее, чем вот эти традиционные наши старые? Конечно, намного. Раньше не было никакой химии. В отделении наркологии врачи также рассказывают о странном поведении пациентов. Как те залазили под столы и кушетки, панически чего-то боясь. Один замуровал себя в ванной. Таково действие синтетических наркотиков. Среди наркозависящих от синтетики чаще всего люди от 15 до 30 лет. И если физическую ломку врачи снять могут, то исправить психику крайне сложно. Ну ты понимаешь, там очень много нарушений, когда у человека тревога, появляется страх. Человек слышит голоса какие-то, например, никто не думал, что это делает. И вот в этот момент сам пациент начинает подчиняться этому состоянию. Ну и бывает много расслышанных с этажей скинулись. Угибнут все, понимаете. Продажа соли и скорости распространяется в геометрической прогрессии. Доза стала доступна каждому от 2,5 тысяч тенге. Чаще всего юноши и девушки хотят испытать новые ощущения. Подсесть очень легко. А уже через полгода-год органы отказывают, а организм буквально сгорает изнутри. Полицейские говорят, реклама зазывает подростков на высокооплачиваемую работу, где ни опыта, ни знаний не нужно. Многие заблуждаются, думают, что закладка наркотических средств вроде бы ничего страшного, никакого контакта ни с кем нету, деньги из рук в руки не берутся, наркотики тоже из рук в руки не передаются. Как показывает наш анализ, работа, вот этого, скажем так, в кавычках, закладчиком, она длится максимум 2-3 месяца, полгода. Потом все равно тот человек, который занимается этими закладками, попадает в поле зрения полиции. А наказание сегодня за бесконтактный сбыт наркотиков от 10 до 20 лет лишения свободы. Даже за нанесение граффити на стены с адресами сайтов суды дают до 6 лет за решеткой. С начала года по рекламе наркотических средств по Казахстану возбудили 57 уголовных дел, а за сбыт через интернет – 136. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Информбюро, Карагандинская область. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова